Расследование только с политическим подтекстом идет сейчас в Армении. В эту пятницу менее чем за месяц до начала президентских выборов неизвестный выстрел в одного из кандидатов на пост президента страны Паруэра Айрикяна. По счастью, он остался жив. После покушения кандидаты сразу доставили в больницу в состоянии средней тяжести. В прошлом Айрикян – диссидент, сейчас он лидер партии «Национальное самоопределение». Фаворитом президентской гонки он, в общем-то, не считается. Так что кто и зачем в него стрелял и могут ли теперь перенести президентские выборы в Армении, попыталась понять наш корреспондент в Ереване Ирина Макарчан. Автомобиль кандидатов в президенты Паруэра Айрикяна выехал из этой арки и направился к подъезду. Айрикян вышел из машины и заметил фигуру мужчины в черной одежде. Что-то внутри подсказало, что опасность близка. Он успел увернуться от одного выстрела, а от другого уйти не удалось. Пуля попала в правое плечо. Эти кадры, снятые на камеру мобильного телефона, уже на следующий день после покушения появились в сети. На крик о помощи к Паруэру Айрикяну сбежали соседи и родные. Вызвали скорую. Неотложка привезла его в медицинский центр святого Григория Просветителя. Вечером мы были дома, когда услышали голоса. Я подошла к окну и увидела, что отец входит в подъезд. Когда мы выбежали, прозвучал второй выстрел. И отец упал весь в крови. Всю ночь полицейские и криминалисты работали на месте преступления. Нашли пулю, по которой и определили. Выстрел был совершен из револьвера на Ган или ТТ. Начальник полиции Владимир Гаспарян в интересах следствия информацию пока не разглашает. Я прошу оставить на потом все предположения о мотивах покушения. В произошедшем все же увидели политический подтекст. До выборов остается меньше месяца. По конституции Армении, если один из кандидатов из-за непреодолимых препятствий не может продолжить гонку, выборы могут перенести на две недели. Никому из кандидатов, естественно, по большому счету, это было невыгодно. Крутились версии по поводу внешнего влияния. Однако, как говорится, достаточно сложно искать черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет. Сам Гайрикян, в общем-то, из-за аутсайдеров. Его шансы на победу оценивают как весьма низкий. Это уже пятые его выборы. И ни разу он не добивался успехов. Стреляли в Гайрикяна как в политику, а не в Гайрикяна как в личность. Представить себе, что у него стреляли как в кандидатов в президенты, чтобы устранить, тоже невозможно совершенно. Лучший результат, который у него мог быть на выборах, это там третье-четвертое место. Впрочем, Гайрикян больше знаменит другим. Он борец за независимость Армении, ветеран советского диссидентского движения. С 19 лет в лагерях и ссылках. Так что вся его жизнь, можно сказать, сплошной тюремный срок. А в 88-м Гайрикяна даже лишили гражданства и отправили в ссылку, в Эфиопию. Эти кадры сняты две недели назад, еще до начала предвыборной кампании. Айрикян встречается с журналистами. Он уже тогда говорил, цели победить у него нет. Предвыборная кампания – это возможность поделиться своим взглядом на будущее страны. И вот одно из предложений. Республика должна быть парламентской. Средства, идущие на содержание президентского аппарата, можно направить на постройку жилья, в лечении зарплат учителей и врачей. Сократится также число министров и советников. Пятница. Медицинский центр святого Григория Просветителя. Хирурги извлекли из ключицы пулю. И теперь состояние Гайрикяна оценивают как хорошее. Уже в субботу он вышел в отбор больницы пообщаться с пациентами. На восстановление понадобится еще неделя. Гайрикяна уже навестили его оппоненты. В больнице появился и президент. И тоже участник предвыборной гонки Серж Сарксян. Глава государства в знак солидарности отложил свою встречу с избирателями и распорядился не показывать свои предвыборные ролики по телевидению. Это злодеяние было направлено не только против политики Айрикяна, но и против нашей государственности. Те, кто стоят за этим преступлением, хотели воздействовать на процесс выборов. Обещаю, что правоохранительные органы сделают все возможное, чтобы раскрыть это преступление. Эта предвыборная кампания действительно до трагического случая с парой Рамхайрикяна проходила очень мирно и достаточно предсказуемо. Никаких громких скандалов. Разве что оппозиционные кандидаты привлекли к себе внимание. Кто как мог. Вот Трофимов Анисян покупает себе туфли. У вас есть ботинки 45-го размера? Нет, только 44-го. Долгое время он прожил в Калифорнии и не понаслышке знает, как правильно нужно вести предвыборную кампанию. До трагического случая с парой Рамхайрикяном в сопровождении журналистов ходил на рынок за обувью и даже публично посещал парикмахера. Сейчас от элементов шоу отказывается. На два часа прервал свою голодовку и Андреас Гукасян. Тоже навестил в больнице Паруя Рамхайрикяна. Предвыборной агитацией не занимается. Однако постоянно находится в центре внимания. Проводит пресс-конференции у своей палатки. Голос от голода сильно ослабел. Однако желание совершить революцию от этого меньше не становится. Политический уклад в нашей стране должен измениться. Единственный выход – революция. Нынешняя власть не справляется со своей задачей. Пока предвыборная кампания в Армении официально продолжается. Однако уже в ближайшие дни кандидатам в президенты придется приостановить свою деятельность. Паруя Рамхайрикян может обратиться в Конституционный суд с просьбой отложить выборы на 15 дней. За это время он поправит свое здоровье и вновь займется предвыборной агитацией. Конституционный суд рассмотрит заявление Рамхайрикяна в течение четырех дней. Так что президентские выборы в Армении могут состояться не 18 февраля, как ожидалось, а 4 марта. Ирина Макарчан, Гованас Калджан. Вместе из Армении. Ну стоит сказать, что это далеко не первый случай в Армении, когда в политике используют силовые методы. Громкая история 99-го года, стрельба в парламенте. Тоже покушение на известных политиков, но последствия были куда серьезнее. Тогда были убиты премьер-министр Вазген Саркисян и спикер национального собрания Карен Демирчан. И еще шесть человек, вице-спикеры и депутаты. Преступление совершил журналист Наири Унанян. Он подготовил и возглавил группу террористов. В свое время его приговорили к пожизненному заключению. Унанян виновным себя, впрочем, не признал. В заключительном слове, в день вынесения приговора, он сказал, что в своей акции хотел спасти Армению от развала. Редактор субтитров А.Семкин